отлично супер спасибо большое ну что будем тогда начинать снова всех приветствую все видно все слышно отлично и мы наконец-то начинаем этот курс и я знаю что многие люди уже ждали давно и даже мне писали за несколько месяцев до когда мы будем повторять но у нас немножко такой upgrade мы будем делать частичные бегушечи и я буду рассказывать те давать вам те советы которые я пробовала на себе и от которых я действительно почувствовал эффект я записала некоторые моменты с чего я буду начинать сегодня у нас больше такое водное занятие завтра с утра мы уже будем заниматься так же как мы занимаемся занимались каждое утро начнем давайте подискуссируем немножко и подумаем в древности и вообще в древних текстах мы встречаем такие описания того что люди могут жить до больше тысячи лет и даже вот например я находила интересные мифологические рассказы например взороастризме или будем даже говорить о даосах и так далее мы все встречаем там о бессмертных и в различных культурах это встречается а если уж и не бессмертный то как минимум тысячи лет или 800 лет жизни а там упоминается что люди действительно могут так долго жить и заставляет задуматься так на самом же деле человек живет до 100 лет или он может прожить больше 100 лет занимаясь медициной и все больше изучая жизнь на клеточном уровне на уровне молекул на химическом уровне и так далее я могу сказать что человек действительно может прожить больше 120 150 лет и это действительно в нас уже заложено очень интересный момент потому что люди в основном привыкли считать то что это среднестатистический возраст есть 80 лет ведь это в европейских странах так признано если мы допустим возьмем какие-нибудь племена где нет такого большого информационного потока или промывания наших мозгов не побоюсь этого слова что человек живет намного меньше они в это не верят и проживает больше 120 лет и спокойно во-первых чувствует себя хорошо во вторых у них нет вот этой зашлакованности информации также в японии да мы могут подольше жить два древних каких-то американских племенах тоже встречаются такие на указание что люди живут намного дольше среднестатистического возраста ну и как уже упомянула да в биологии действительно человек может прожить дольше и в нас есть уже внутри такие клетки которые можно сказать бессмертные да это стволовые клетки и мы знаем что также жизнь организма и тело зависит от таких структур как теломеры форма сомах в зависимости от длины и до возможно жизнь человеку укорачивается из-за радиации но все же я верю в научный прогресс я верю в то что человек может мутировать и приспосабливаться к неблагоприятной окружающей среде поэтому мы будем просто работать над собой и не принимать то что мы можем выглядеть старше а точнее не принимать то что мы стареем а принимать то что мы можем выглядеть моложе чувствовать себя хорошо так как у нас в этом месяце будет такое частичное бегушечи давайте поговорим о том как пытались люди две древности интересно что я это уже упоминала раньше на моих занятиях но вспомним еще раз для того чтобы прокатализировать свое состояние мы будем питаться до 12 дня и в древней спарте древние йоги очень много где есть такие указания о том что здоровый человек питается один раз в день йог питается один раз в день человек который больной заболеваниями он питается два раза в день а уже жадный человек с какими-то эмоционально психологическими проблемами три раза в день поэтому кушать мы будем до 12 я этот способ опробовал на себе уже давно я помню я еще до бегушечи так могла питаться и где-то на протяжении года я так питалась и функционирование моих внутренних органов оставалась на хорошем уровне я бы сказала даже на отличном в отличном состоянии находились и также вы знаете что я почти два года не ела и я также проходила различные осмотры и анализы все было прекрасно нам главное необходимо отказаться от этой суеты внутренней и со спокойным состоянием с равновесием вступить такой вот интересный эксперимент и опыт почему я упомянула о том что нам нужно сохранять спокойствие мы знаем что эмоциональные пусть это будут реакции или даже какие-то проблемы которые мы воспринимаем очень близко к себе к самому себе они могут отнимать большую долю нашей энергии я бы даже сказала огромным мало того что ум у нас ежедневно потребляет приблизительно 20 процентов энергии от всей энергии которую над которой у нас есть это просто на свое поддержание физиологическое поддержание состояния еще плюс ко всему у нас бывают такие периоды стресса или например учебы и так далее тогда намного-много больше у нас потребляется энергия помимо движений каких-либо поддержаний в целом гомеостаза организма и так для того чтобы сохранить спокойствие что нам необходимо сделать такое вот такое маленькое духовное отступление что мне очень хорошо помогало я с вами тоже поделюсь это вот мы находимся в таком спокойном состоянии да допустим открытым взглядом без ума мы просто наблюдаем мы ни о чем не думаем у нас нет в голове каких-либо мыслей и и нужно понимать что этот наблюдающий который сейчас на данный момент зачем-то наблюдает также является умом то есть даже то что мы сейчас наблюдаем все равно это наблюдает ум таким образом вам нужно ваше внимание вот этого наблюдающего направить на самого себя грубо говоря вот вы сейчас наблюдаете и внимание ваше внутреннее внимание и знание того что вы сейчас наблюдаете вы направляете на самого себя и тогда вот это ощущение самого себя как что-то как какой-то какой-то субъективный аспект он исчезает то есть вы больше не чувствуете себе как себя вообще и нету даже понимание не происходит там что там вопросы кто-то задает что-то делает вы просто делать это знаете как да вы просто идете вы даже сами не знаете что происходит ваше внимание направлено на то что сейчас смотрит и получается она как бы одно возвращается к другому и приходит к такому нулю и вот с такого состояния энергии потребляется намного меньше я бы даже сказала приобретается он сразу становится ярким становится масштабным я даже сейчас сделала это и у меня такая легкость у меня происходит а когда у вас ум легкий у вас и лицо расслабляется и жить как-то становится легче поэтому вот такой трюк вам может помочь еще раз повторю когда что необходимо делать это успокоиться спокойным взглядом посмотреть на все вокруг и мы понимаем что то что сейчас кто-то смотрит это идет через наш ум это смотрит ум и нам вот это наблюдение ума за тем что мы наблюдаем ум нужно направить опять-таки на небоже тогда с ним все растворяется становится тихим и спокойным и энергии также становится больше используйте этот трюк каждый раз когда вы чувствуете какую-то приближающуюся суету внутри себя или когда вы допустим чувствуете вам необходимо больше энергии вам необходимо отдохнуть даже как-то ментально что еще мы можем делать так как многие из нас занимаются цигун нам необходимо забрать эту энергию которую мы отдали а также накапливать качественную дополнительно свою для накопления мы знаем у нас есть такие упражнения как темпы можно стоять в большом дереве это все очень круто помогает все техники зубы на обалденно действует на именно сохранение молодости насчет забрать энергию да тоже интересный такой момент что имеется ввиду забрать я сейчас расскажу свой опыт возможно вы сможете найти какую-то такую взаимосвязь недавно я потеряла колечко она мне очень нравилась она была такая красивая я смотрел на него у меня как-то было девочки приятно было смотреть я его потеряла и я понимаю что мой ум и моя энергия направлено на вот это мышление на то что я об этом думаю там что-то негативное что-то даже не негативно просто неприятно и я сама себе говорю ну это же как бы ерунда дает ничего не значит просто такое в жизни случается ничего в этом такого сверхъестественного нет но ты замечаешь как твой ум забыл и снова грубо говоря выныривает потом опять он проявляется проявлять на эту ситуацию нам нужно просто забрать вот ту энергию который мыслитель ту энергию которая забирает наш мыслительный процесс от той ситуации также и с любым происходящим да что-то допустим идете по улице кто-то там вас облил водой из-за тающего снега или что-то там промокло и так далее просто понимаете что сейчас на данный момент если вы будете как-то на это реагировать даже там негодованием и так далее ваш ум будет забирать у вас энергию поэтому используйте тот первый метод до успокоиться просто без ума это посмотреть понять что то что сейчас смотрит это ум и направить внимание на самого себя тогда и мы во первых и заберем ту энергию которая мы невзначай сплавили накопим потому что наш ум станет таким ярким легким будет это воспринимать ну и плюс для накопления мы можем использовать цыгун практики цыгун они также помогают ваш ум сделать открытым все практики они действуют вспомогательно идем дальше давайте поговорим о молодости я хочу отметить тот факт что глаза очень любят воспринимать верить в то что видят и в таком своем небольшом содержание меню я отмечала что очень важно чтобы было хорошее зеркало хорошее освещение вы наверняка замечали что одно зеркало вы смотрите и вам нравится ой как хорошо все вроде даже очень даже другое смотрите и думаете боже лучше бы не смотрелся на самом деле зеркало не бывает всегда идентичным но искажает какие-либо неровности проявляется все и когда ты подходишь к зеркалу тебе может не нравится отражение поэтому сделайте так чтобы вы верили в свое отражение то которое вам действительно нравится поэтому важно смотреться то есть зеркало чтобы было при таком освещении где вы сами себе нравитесь будете на себя смотреть и у вас сразу же появится какое-то знаете настроение ли там какая-то уверенность даже мы сами себя отдельно до без зеркала наблюдать не можем можем конечно когда душа выходит из тела но в целом мы в повседневной жизни используем такие приборы и телефоны камеры зеркала и попробуйте даже поэкспериментировать допустим выбрать свет чтобы они правильно эти лампы правильно падали правильно направляла излучение свое зеркало которое будет передавать ваш образ так чтобы вам нравилось глаза в это это увидят мозг в это поверит у вас сразу настроение повысится уверенность появится и это тоже будет таким шажком к сохранению себя хорошем состоянии и сохранению своей молодости но если говорить о молодости конечно любая женщина и даже мужчина не хочет стареть мало того что лично для меня да я хочу где же найти вот этот вот факт того что бессмертие действительно у человека существует как это доказать точки зрения эксперимента и науки и мало того что есть такая глубокая вера сами понимаете что вам больше нравилось например то состояние когда вы были допустим ребенком да вы были таким путевым вам было все интересно взгляд открытый не осуждающий такой все принимающий светлый вот говорят же да раскрытый глаз открытая душа и так далее и это все про как раз такие молодость мы хотим даже несмотря на свой возраст именно чтобы у нас было такое состояние такой класс такая подвижность подвижность ума подвижность тела сейчас давайте поговорим про такой маленький секретик не могу сказать что это секретик это про установку своего возраста сейчас забудьте сколько вам лет какой у вас возраст просто подумайте о том какой вам возраст больше всего нравился ваше состояние ваше восприятие мира я не говорю о духовном опыте да потому что для меня я не могу сказать что я хочу вернуться в прошлое я только хочу законсервировать и оставить свое на свой внешний вид своего энергетическое состояние даже повысить или сохранить молодость и повысить до свой потенциал энергетический чтобы всегда такой оставаться и подумайте над над тем какой бы вы каким бы вы хотели себя видеть в каком возрасте и зафиксируйте этот образ зафиксируйте этот возраст допустим да для меня этого 18 лет я не могу даже сказать 21 потому что люди которые меня видят они думают что мне на десятки лет я на десятки лет моложе или младше поэтому даже 21 здесь не подходит поэтому я говорю вот 18 ну даже не говорю мне просто такое свое самоощущение вам тоже нужно выбрать если допустим вы уже человек в возрасте забудь вообще это слово всегда говорите насколько выгляжу столько лет если у вас кто-то спросит даже возраст мало того что когда мы будем заниматься мы будем как бы возвращать свою молодость вспять и выглядеть становиться лучше но и когда вы зафиксируете для себя тот определенный возраст и больше туда энергии будете отдавать труд и у нас в итоге получится знаете интересная такая вещь что сестра никогда не называет свой возраст запомните бессмертную сестру я даже как-то показывала в ютюбе где-то можно видеть никогда не узнаешь никогда не услышишь чтобы она сказал свой возраст либо она говорит а я уже не помню или просто не называют для всех секрет так вот у вас тоже должен быть такой секрет никогда не говорить и не упоминать даже если кто-то допустим вас спросит сколько вам лет или допустим даже не обязательно спросит сколько вам лет а вот идете элементарно куда нибудь там не знаю в аэропорт или вставать анализы и так далее когда спрашивают вы просто называете свою дату рождения без возраста чтобы у вас не запечатывалась эта программа у меня даже самой иногда бывает удивительно боже сколько же мне лет но я не буду говорить сколько мне лет так вот если у вас кто-то допустим какой-нибудь знакомый приятель спрашивает сколько вам лет вы говорите а сколько мне дашь настолько выгляжу столько лет и все и или можно сказать даже знаете интересно очень допустим говорят тебе сколько тебе лет и говоришь на сколько дашь тебе говорят ну 21 ну правильно да только на немножко меньше немножко меньше даже вот так и человек будет думать ему будет приятно что он прав и вы не не выдали себя не выдали себя также мы будем во время нашего курса вот этого февральского делать такие упражнения как дыхание телом дыхание телом мы будем представлять кожу немножко такое мини нововведение да не просто мы будем дышать кожей мало того что это активирует нашу кожу естественным способностям там допустим принимать энергию больше впитывать воздух жидкости ну и мы будем делать это таким образом чтобы молодиться мы будем представлять кожу самого же себя в том возрасте допустим даже пусть это будет пять лет вы же видели на фотографиях какие вы в пять лет у вас там так все натянута такое знаете щечки прям наполненность свежесть лица румяность такая вы будете представлять самого же себя в таком возрасте с такой кожей и вы будете дышать то есть грубо говоря мы что делаем мы используем имидж медицины мы меняем образ нашей кожи на такую упругую молодую гладкую мы это будем делать и мы посмотрим что же у нас в итоге эксперимента получится я уверена что результаты будут вдохновляющие как и для меня так и для вас что мы будем также делать мы будем делать упражнение бегушечи возможно кто то и не знает как делается упражнение может быть все из вас уже знают но мы тоже будем делать таким маленьким нововведением мы знаем что мы выводим пупок мы принимаем энергию через пупок и тогда у нас не возникает такого большого желания принимать физически пищу то есть жевать ее прожевывать что же можем делать мы для того чтобы это нам помогло молодиться мы можем себя представить в том возрасте опять таки который нам нравится даже если это пять лет даже если это три месяца мы представляем себя в таком возрасте и словно мы находимся в утробе у всей вселенной мы принимаем энергию и еще плюс ко всему мы заменяем образ самого себя омолаживаемся таким путем мы будем получать и энергию и красоту и молодость а еще и глубоко глубоко входить в состояние глубокое тихое состояние еще один интересный момент связан с деятельностью с активной деятельностью физического тела мы даже вот вчера упоминали да в группе что очень было бы хорошо людям разминаться делать растяжки работать над суставами да это все очень круто это действительно помогает активный образ жизни он важен и наверняка вы знаете таких людей которые допустим да там грубо говоря 40 лет человек он говорит о я уже старый там мне там 50 лет или там наоборот девушка 25 и говорит а мне уже за 30 я там уже старая такого не нужно делать не называйте не говорите для себя тот возраст да там типа я уже бабушка или дедушка нужно у меня папа такой же кстати он любит округлять очень сильно свой возраст я говорю папа ну ты что не говори так мне во первых это не нравится да когда там я же знаю что у него есть такие установки что он допустим стареет а вот я пытаюсь как-то перенаправить нет не верь в это вам говорят что вы стареете в это не верьте потому что силы ума особенно утренированного ума может просто совершать магию настолько что у вас даже не хватит физического ума понять какую магию вы можете производить поэтому не верьте что есть возраст вообще не верьте в это все обман дальше что я говорю под вести себя более активно да и не говорить что вы там старые так далее есть такой пример что люди когда там допустим встают в кровати или там допустим одевают обувь куда-то приходит они так начинается так вести себя как будто бы им тяжело то есть там допустим нагнуться лишний раз или отнести что-нибудь на место и так далее это все сопровождается такими звуковыми эффектами вы надеюсь вы поняли о чем я так вот не нужно так делать убирайте все ваши комфортные для вас извините приспособления чтобы вам было легче не надо пусть у вас будет больше двигательной активности пусть вам будет тяжелее в первое время да там нагнуться шнурки завязать и так далее но не используйте какие-либо подручные средства развивайте свое там равновесие свою гибкость вы можете просто танцевать и включить любимую музыку какую-нибудь кстати чем сложнее музыка тем лучше для вашего мозга включить любую музыку любимую музыку и танцевать пусть это будет пять минут да если вы не можете ходить в тренажерный зал я лично не хожу я просто люблю ходить пешком и это тоже помогает вам ваше тело сохранять тонусе чтобы она была активная сохранять вашу молодость поэтому не кряхтим если совсем уже никак не можем выбраться на улицу хотя бы там две-три минутки под любым под любимую музыку там подпрыгать шеи потрясти руками ногами попой дальше я также сталкивалась с такими комментариями что не придумывай смерти не существует и вообще я вижу как ты стареешь и так далее и так далее и там тебе точно не 18 что-то в таком в этом духе мы знаем что мы знаем что конфликт это не очень хорошо и мы же не будем спорить да на этот счет мы просто про себя если мы понимаем что переубедить человека невозможно в этом состоянии вы оставляете слово за собой вы просто про себя проговариваете я молодая здоровая там здоровая здоровый я там красивая полная энергии силы мне 18 лет все . так оно есть все вы последнее слово оставляйте за собой даже если это происходит на таком внутреннем уровне даже если вы это не проговариваете но вы просто для самого себя делайте эту установку конечно вам будет неприятно слышать что кто-то говорит там старый или что-нибудь но главное только мы самих себя настроим что еще очень интересное могу сказать это сохранение нашей вообще на самом деле любая эмоция хоть радость хоть какая-нибудь отрицательная эмоция но поедает энергию но лучше почему лучше тогда уж быть радостным потому что с физиологической точки зрения с точки зрения мышц лица если мы угромы у нас напрягаются сорок восемь или сорок семь мышц и это действительно так это как бы изучается в медицине а если мы радостные то мышцы используется гораздо гораздо меньше 17 если мы даже сравним человека у которого естественно состояние больше такое угрюмое какое-то недовольное мы можем даже замечать эти мимические морщины там в уголках куб там на глазах взгляд радостный человек нам нам выглядит более привлекательным более привлекательнее есть такое знаете какое-то ощущение свежести поэтому даже если допустим человек в возрасте все равно по его морщину можем понять какие эмоции он больше всего испытывает если испытывать эмоции радости это все равно будет более положительно чем если бы мы будем мы испытывали эмоции негативные за там грусти и так далее потому что при грусти нас напрягаются мышцы сорок восемь сорок семь мышц на лице не только на лицо мышцы шеи и так далее при радости 17 это тоже помогает нам сохранить молодость что же еще она также мы воскресенье следующее воскресенье поговорим немного о том что я использую для ухода это будет полезно и для мужчин и для женщин какие витаминки принимать и так далее какое ввести питание смотрите у нас будет частичные вегушечи еще раз напоминаю да мы будем питаться до 12 будем кушать до 12 все то что вы хотите все все то что вы чувствуете будет полезно для вас и ваш для вас и вашего тела мне уже некоторые писали есть ли какие-либо противопоказания на этот счет смотрите мы сейчас я вам даю свой опыт через который я прошла но если у вас есть какие-то хронические заболевания действительно там допустим удален желчный пузырь или что-то дополнительно вы мне сообщите и мы будем подбирать индивидуально я буду подбирать для вас индивидуально чтобы это не приносило вам дискомфорта даже не вреда и кушать вы еще раз упоминаю можете все что хотите некоторые если у вас хватает мотивации и так далее у вас больше свободного времени и вы менее эмоционально на данный момент допустим вы дома находитесь да вы работаете из дома вы можете попробовать полностью но самое главное в этом случае это обязательно заниматься обязательно тренироваться обязательно практиковать практиковать в ягушече обязательно практиковать цигун иначе вы просто будете самих себя истощать энергетически истощать и физически тоже истощать мы себя истощать не хотим мы хотим оставаться молодыми и здоровыми поэтому те кто работают я прекрасно понимаю что полностью на данный момент оказаться не получится может быть и получится да но не все захотят длительное там этому придерживаться этому следить этому поэтому мы будем сокращать и давайте по-честному после 12 мы кушать не будем если вы чувствуете что что-нибудь очень очень сильно хочется максимум вы можете позволить себе выпопить что-то да какой-нибудь сок это нежелательно потому что сок он слишком сладкий может быть больше с разбавленной водой но старайтесь вообще не принимать сладенького вы можете сделать себе травы заварить они очень полезны и хорошо влияет на наше тело и для нас это будет даже лучше чем лекарство мы просто будем ежедневно допустим или бы травы принимать да тот же самый гибискус или там и вам чай какие-нибудь ягодки и это имеет накопительный эффект вообще когда вы пьете травы мало того что это профилактика других заболеваний так еще и вкусно пить такое не пресно просто воду или воду но если кто-то совсем не может хорошо можете кофе но быть осторожны если вы чувствуете что вот не можете сейчас очень трудно сдерживаться что вам нужно первую очередь где бы вы не находились вы раскрываете пупок и даете себе хотя бы 10-15 минут времени на занятия бегушечи вот вы сделали это занятие хотя бы 10-15 минут где бы вы не находились и посмотрите достаточно ли у вас энергии можете ли продолжать или нет если вы действительно честно чувствуете что энергии вас недостаточно тогда хорошо добавьте что-нибудь еще более такое весомое но не еды как сказать не ты конечно молоко и соки и так далее это тоже не да просто не настолько грубая еда грубой еду мы будем кушать и принимать до 12 кто-то завидит приятного да кто-то не готов этим жертвовать вы можете пробовать то как вам комфортно как вам удобно просто единственное правило мы все вместе в нашей группой вместе мы силы кстати потому что мы объединяемся нашими умами и направляем эту энергию на наше же собственное благо для всех поэтому будем это делать вместе всегда делитесь чувствуете себя неприятно обязательно делитесь чувствуете хорошо себя тоже делитесь потому что это также вдохновляет и других людей так смотрите те у кого есть лишний вес или тучные люди вам необходимо расслабиться это в первую очередь расслабить свой ум и как далее и не создавать самому себе лишнего стресса если вы зависимы от питания от еды вы всегда можете приобрести все что вы хотите всегда вы можете поесть все что вы хотите вы знаете что вы можете все что вы хотите просто мы будем кушать до 12 а остальное время после 12 если у вас возникает чувство голода то мы открываем пупок дышим через пупок не помогает идем пьем чтобы что-нибудь более весомое какой-нибудь отвар даже можно ягодки и будет заварить или компот сделать это лучше чем сок однозначно так и дополнительно могу сказать что действительно и в медицине считается что лишний вес даже элементарно плюс 10 килограмм ой плюс 10 лет возрасту выдает то есть если держать себя в форме в рамках нормы медицинских рамках нормы это также поможет вам и выглядеть моложе попробуем мы не будем экстремально до что-то пытаться это не группа для похудения но эта группа для того чтобы сохранить энергию приумножить ее и выдавать энергию через себя в этот мир также мы можем использовать техники имидж медицины такие как например пробуждение тимуса сейчас вокруг тимуса очень очень активный и большой разговор потому что действительно доказано что дегенерацию тимуса можно остановить и даже вернуть спять если мы можем что-то вернуть спять это же опять значит что мы молодеем потому что тимус он сам по себе только у новорожденных детей действительно большой это вилочковая железа большой и самое интересное что там у нас вырабатываются различные виды клеток а в основном это клетки которые могут бороться с различными инфекциями заболеваниями эффективно поэтому возможно вы иногда тоже чувствовали такое ощущение как будто что-то такое распирает внутри но вы понимаете что допустим проблем сердцем нет вообще это не в области сердца находилась у меня кстати сейчас вот это возникло такое ощущение а я думаю это очень даже хорошо значит работает не дегенерирует значит помогает мне и помогает моему телу бороться с какими-то патогенными организмами или с инфекциями и так далее еще и плюс ко всему оставаться молодой чтобы еще и не подникало какой-либо аллергии так вот имидж медицины мы тоже можем использовать для того чтобы пробуждать тимуса если он у нас будет возвращен вспять то это уже говорит о том что наше тело и наше состояние возвращается такое молодое и продуктивное я уже говорила да про по поводу активности я хочу упомянуть как мне говорила моя бабушка я помню когда я только уезжала в китае это было четыре года назад никогда не говори что ты устала вот я не забуду это и этот ее советник это не что ты устала иногда бывает ты приходишь у тебя уже руки дрожат от усталости ты уже еле на ногах держишься и там у тебя кто-нибудь спрашивает ты устал и ты такой через себя говоришь нет все хорошо и это тоже очень круто работает как установка для того чтобы сохранять свою активность и вот мне не нравится кстати когда это говорит если ты слишком активный то придет какая-то усталость и тебе длительное время нужно будет адаптироваться с физиологической точки зрения я могу это объяснить действительно да но с другой стороны если ты тренируешься если ты принимаешь в себя энергию то о какой вообще усталости может быть речь я хочу тренировать себя до такой степени чтобы об этом у тебя даже мысли не пролетало и не проявлялось я даже однажды маме пошутила у меня было я помню мне нужно было ребенка отнести пешком мы ходим в школу потом мне нужно было ехать в колледж там еще то есть 40 минут это туда обратно к метро отвезти ребенка потом обратно дойти до метро потом еще ехать сколько потом полчаса идти до колледжа там учиться 4-5 пар потом возвращаться обратно то есть это еще и работа одновременно и там куча домашнего задания на это не важно и я такая где же взять силы до такой степени чтобы ты вот пришел домой да там в семь-восемь вечера и такой думаешь боже как у меня много энергии как много у меня сил давайте-ка сделаем ремонт и ты понимаешь что такой настрой вот своего ума он действительно помогает и в том день у меня действительно было такое странное ощущение как бы и спать особо не хочется нет успела это успела и какие-то непонятные вообще для чего мне нужны вещи успела сделать ну в общем все зависит от вашего настроя смотрите если вы хотите то нет давайте все-таки начнем с февраля сегодня у нас 31 января а действительно работать вот прям правильно на свою молодость на сохранение своей энергии мы начнем завтрашнего дня утром так еще есть интересный такой момент в науке когда мы говорим о бессмертии есть у нас такая живность или существо медуза не помню точно ее название можно найти набрать там бессмертная медуза вот она действительно омолаживается она то есть она стареет она проходит жизненный цикл доходит до определенной точки а потом она возвращается там свое молодое состояние так она может делать и бессмертное количество раз и я думаю надо просто эту технику этот образ тоже также взять для себя но только не стареть я вообще считаю что можно найти не знаю таблетку ли это или какое-то излучение от старости но если у кого-то есть идея то обязательно делитесь и мы будем вместе работать над таким открытием я считаю что человек действительно может сохраниться а даже вам еще одну интересную историю расскажу однажды по работе я общалась с мастером и говорю вот там одна девушка хотела пройти у вас лечение и так далее и такой спрашивают девушка и такая говорю ну да вот вы ее знаете показал фотографии так это это разве девушка типа это же женщина я говорю мастер посмотрите на наших цигунских женщин они все выглядят как девушки ты никогда не узнаешь какой действительно у этой девушки женщины возраст как минимум на 10 лет действительно выглядит моложе и это просто прекрасно ты понимаешь что уже просто объективно понимаешь что это работает это видишь этот пример перед тобою и кстати тоже упоминали вчера в группе про роды насколько это вредно или там не помогает сохранить молодость ну тоже у меня есть такие прекрасные примеры кстати тоже цигунистки 45 детей а выглядят как подросток просто вот как 11 классник просто из школы сбежал поэтому здесь до физиологически действительно это не самое шикарное время я не буду лукавить это не самый там прекрасное время для женщины но мы такой уникальный организм мы можем восстанавливаться можем меняться и свои ресурсы мы также можем возобновлять это просто супер класс ну и снова упомяну то как вы себя ощущаете на какой возраст у себя ощущаете намного важнее чем ваш фактический возраст если вы ощущаете себя на 15 лет так это и прекрасно это намного лучше чем говорить тобой уж там дедушка стал округлять свои реальные цифры что еще важно для сохранения молодости это развивать мозг я сейчас конечно такую банальную вещь да сказала развивать мозг но действительно нужно молодость кстати у нас связывается с таким таким понятием как креативность то есть тогда пластичность какой-то там вдохновение полет и так далее это вот у нас есть такой для самих себя синоним да что молодость креативность это как-то близко друг с другом стоит мозг развивать надо он не будет сам стареть у него будут появляться новые синапсы он будет такой более раскрытый эластичность что-то воспринимать и опять-таки наше мировоззрение восприятие но тоже поменять мы будем такими более светлыми светлоголовыми глаза яркими глаза открытыми мы также еще поговорим о том это уже наверное на следующее занятие что такое антиоксидант что такое радикалы почему это так везде звучит да ты вроде что-то слышишь понимаешь что что-то из них полезно что-то нет на что действительно за этим скрывается и почему важно принимать определенные витамины и микроэлементы для сохранения молодости или хорошей активности да когда мы практикуем упражнения бегушечи мы тоже все необходимое набираем и мы не просто вдыхаем себе какую-то энергию да у нас чистая не знаю химия происходит потому что даже если взять меня как было возможно когда ты не ешь два года чтобы мой гемоглобин оставался на идеальном уровне это тоже необычный вопрос очень странный ты знаешь ты постоянно практиковала и представляешь что я принимала в себя все необходимое то что мне нужно тело то есть у меня можно сказать есть доказательство того что действительно это работает и ты в принципе можешь не принимать витамины но так как мы будем питаться мы будем пробовать направлять а суши мы выбрали этот путь когда укреплять усиливать и добавлять что-нибудь такое экстра чтобы еще больше улучшить наше состояние так хорошо если у вас есть какие сейчас вопросы вы также можете задавать тоже очень важный момент сон я много различных примеров читала что люди какие-либо великие ученые и так далее не спали длительное время чувствовали себя хорошо мы конечно можем провести такой эксперимент но это нежелательно нежелательно жертвовать своим собственным состоянием я считаю что сон очень важен и мастер неоднократно говорил что во сне да и медицина тоже об этом говорит что во сне у нас восстанавливаются наши жизненные ресурсы и сон очень важен здесь я полностью соглашусь я соглашусь с тем что высыпаемся пытаемся там приучить ложиться спать в 10 в 11 часов максимум в 11 но желательно пораньше мы будем с вами рано вставать разниматься поэтому уделяем достаточное количество времени для сна и делайте сон комфортным пусть у вас комнате будет свежо поставьте себе какой-нибудь увлажнитель воздух и так далее или что-то приятное для вас например сейчас очень популярно да еще и раньше тоже было популярно эфирные масла капать так так просто по гемоглобину скроем будем работать как желаешь видимо не опускался а у вас насколько в прошлый раз упустился гемоглобин что я начал гемоглобин могу сказать да так как мы будем питаться то если вы знаете что у вас особенность своего организма такая что у вас там низкий гемоглобин в целом сам по себе включайте гречневую кашку орехи и вообще бывайте на свежем воздухе почаще делайте какие-нибудь 30 минутные прогулки по воздуху все-таки это гемоглобин он связанный с железом и с кислородом и посмотрите на ваш кишечник может быть он просто не может усваивать какие-то определенные микроэлементы которые влияют так что потом баланс весь нарушается так хорошо мы будем питаться все равно но так это будет очень классно если каждый из вас даст общий анализ крови посмотрит свое состояние состояние гемоглобина это и так далее и потом в конце тоже сделает и сравнить как ваш организм себя ведет есть еще такой момент допустим для тех у кого диабет почему очень круто питаться там до какого-то определенное время там до 12 или 1 2 раза в день потому что поджелудочная железа она очень сильно любит холод и это будет помогать очень хорошо насчет питания также в следующий раз в следующее воскресенье подробнее поговорю я расскажу какие витаминки лично я принимала также расскажу чем заменить сладкое если вдруг у вас есть такая привычка и расскажу про свой опыт куда я отказалась от сладкого от кофе которую я тоже кстати очень даже любила и какие эффекты не это дало и я также принимала ацедофил бактерия различные четыре вида по моему бактерии для микрофлоры почему я употребляла просто потому что я больше начала заниматься микробиологии и понимаю что но вреда они принести не могут даже если там будет и в больше повышенной нормой так далее посмотреть на состояние как она изменится это было бы интересно поэтому следующий раз я также вам расскажу что мне это дало ну и уже говорю да следите за собой если нужно кушать мясо кушайте мясо не нужно там радикально от всего отказываться чтобы это было комфортно для вас так идем дальше у нас осталось пять минут давайте мы посмотрим видео как мы делаем дыхание кожей я уже упоминала что мы будем делать это таким образом таким образом что что мы будем представлять себя молодыми так что происходит это не плохо . Ладно, будем сейчас смотреть Упражнение бегушечек, как мы его делаем Потому что я не могу разобраться В этом компьютере Поэтому я буду смотреть бегушечи Послушаем, посмотрим, как делаем И завтра уже будем практиковать утром Скажите, пожалуйста, видно ли видео Так, мне кажется, что-то не то Что-то странное Скажите, видно или нет Если не видно, будем разбираться дальше Нет видео Сейчас должно быть видно Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Подскажите, пожалуйста, видно ли видео сейчас Желательно написать в группе Потому что проверить у меня не получается Нет, не видно Ну ладно Сейчас мы тогда не будем этим заниматься Раз не видно Мы что будем делать? Мы будем делать завтра утром Просто сейчас я не со своего компьютера Сижу, не особо сильно разбираюсь В этом фэн-шуй Компьютера Мастера Поэтому упражнение будем делать завтра Скажите, знаете ли вы, как делать это упражнение? Смотрели ли вы видео? Вы участвовали ли вы раньше Вместе со мной на занятиях Если нет, то завтра немножко утром поговорим Этот счет И мы будем делать это упражнение Насчет расписания Занятия у нас будут проходить С понедельника по пятницу По утра Я могу точно сказать, что понедельник-среда Понедельник-вторник-среда Будет в 7 утра занятия Будут в четверг у нас будет в 6.40 В пятницу также можно провести в 7 утра Я еще потом в группе напишу свое расписание Как мы будем заниматься утром И вот так вот раз в неделю я буду присылать Начало занятий Хорошо, да, конечно, напомню Всем большое спасибо Увидимся завтра утром Будем практиковать Будем идти не в бой Но в радость, веселье и молодость Всем большое спасибо До свидания и до встречи Большое спасибо Если у вас возникают вопросы Не стесняйтесь Задавайте эти вопросы Я с радостью отвечу Вы задавайте в группе Потому что я уверена Многим людям это интересно Всем пока